Продолжение следует... 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 Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Бог! Слава Богу! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok Господи, благослови с праздником. А насчет юношества, я скажу, Господи, благослови, Господи, благослови. Благослови с праздником. 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Это слова интересные. И спасение нашего главизма. То есть это говорит о том, что наше спасение принесла нам Богородица через рождение Сына Господа Иисуса Христа. И вот есть такая казачья традиция выпускать голубей в этот праздник. И мы, отпуская таких голубей, как бы отпускаем свой человеческий дух на встречу с Господом. Для того, чтобы мы могли по его возвращении, этого духа, принять те благие дары, которые нам Господь хочет послать. Поэтому это наш способ и богообщения тоже. Поэтому мы этот праздник любим, ценим, уважаем. И хочется еще отметить такой момент, что наша станица носит имя Благовещенский. Это очень симптоматично и для нас важно, потому что этот праздник открывает нам новую дорогу для возрождения казачества. Потому что существует такое красивое слово, красивая фраза «казак без веры, не казак». Нам хотелось бы, чтобы наше казачество действительно приобщилось к вере. И тогда мы сможем стать тем возрождающим духом, через который Господь будет возрождать нашу станицу, наш Волгодонской край и нашу Родину. Можно я скажу? Да, можно. Мне показалось так, что для начала интереснее было вопрос, организовать какой-нибудь поход, просто чтобы познакомиться все вместе. А потом он же действительно решает, какие были... Поход, да, это у нас все предусмотрено, но опять же мы это спрашиваем в рамках того, что настоятель попросил собраться в силу открытия вот этой вот гостиной. Чтобы нам разработать проект и представить его на рассмотрение и в молодежное дело, и в утверждение интерполита. А совместно-то я вот начал сегодня говорить о том, что выезд куда-нибудь, поход. Возможно, где-то в летнее время выезд на турбазу тоже, да, это обговаривалось, по направлению на Ревгудон, либо здесь на Волгодонской край. То есть об этом также шла речь. Но здесь мы вот хотели бы записать то, что вы предлагаете, то есть ваши проекты, которые мы будем реализовывать. Потому что мы неоднократно начинали, где-то что-то не шло, где-то кому-то не нравилось, поэтому желательно мы разработали все это предложение. И так же от вас, чтобы получился взаимодиалог, и из-за этого обилия вариантов мы выбрали те, которые вот актуально. То есть это и виртуально, и презентование проводят, то есть это достаточно много? Да, вот самое приближайшее, к чему я говорю, на базе Волгоградского социально-педагогического университета есть спортивная площадка, которая арендована Волгоградским молодежным движением. И, как я один участвовал, был конкурс за кубок влаговерного князя Владимира. Принимали участие на различные приходы. И, конечно, в итоге те, кто прошел отборочный этап, победил, вышел в финал, получили этот кубок, кубок переданный к раму, а ну и кто-то получил некоторые, скажем, сюрпризы. То есть спортивное направление у нас остается в силе. То есть если, допустим, площадка какая-то, значит, эта площадка будет команда приходов предоставлять. Не будет хватать знать, что мы подтянем Волгоградский этап, которая большая, не только города, но еще и области. Опять же, по заявлению спортивного направления, и, конечно, более спортивного направления, что-то такое деятельное можно будет сделать. Тут у нас есть также на нашем приходе привлечье некоторых людей для участия в наших спортивных мероприятиях. Хорошо, спортивное мероприятие опорвалось. Далее. Упасные кружки для детей. И, конечно, можно этим логически предполагать. Можно просто заниматься. Вы сами делаете, да. Может быть, да. Ну, опять же, мы сейчас знакомимся. И имеется какой-то опыт. Хорошо, мы не будем писать. Мы сейчас запишем. Не знаю, есть дети. Она от школы занимается. Есть предложение по аналогу здесь, либо у нас на приходе, либо на базе кинотеатра. Ударить кто-то, кому интересно. Вот, то есть нам нужны участники и те, кто, и организаторы. Если вам это интересно, то давайте вот мы сейчас озвучим во все темах. Вы для себя решите, что именно вам интересно. И потом мы запишем каждого. Может быть, вот вы то, что поединки-то, да, кулинарные, там все. Можно слабые. Это не на где-то, на каких приводах, где-то, какой-то. Природу, воду у нас можно прощать. Нет, смотри, я вам предлагаю такой момент. Просто у нас сейчас, я уже, кто-то уже узнает здесь, есть уже как бы число на, участвовал тоже как бы в этом. И там можно тоже проводить всякие. Вот сейчас мы уже подключим свет там, свет там все есть, поведено, только заключенный договор. Вот, что там. Мы там уже и занимаемся цветами, озеленением. Вот. Тоже, конечно, будет помощь нужна. Я думаю, тоже молодежь привлекать можно, я думаю. К чему бы и нет. Кто экологию любит. Да, и труду тоже, правильно? Как вы думаете, все? Потому что и труд, и молитвы тоже. Опять же, по словам нашего архиерея, необходимо, в принципе, всего, создать глобальную деятельность. Кто, возможно, где-то и не дотянет до нужных вершин. А подскажите, это раз в неделю, а в воскресенье? Это мы пока сейчас посмотрим. Может быть, это будет среди недели вечера, допустим, на базе нашего выхода. Это может быть по воскресенью. Ну да, то есть там, скорее всего, на выходные, а здесь в течение недели тоже можно будет. Да, то есть мы это время все подберем, разработаем. Ну и, конечно, для связи, для связи в конце, куда можно добавиться, и для обмена информации. То есть там молодежный отдел храма Иоанна Кронштадтского. А там где-то примерно около 400 человек, но, опять же, активность не все проявляют. Тем не менее, для связи можно эту группу использовать. Также, конечно, мы обменяем все контакты на телефоны, чтобы можно было прозванивать, приглашать. Ну, конечно, будет наследие в группе, что у кого-то какая-то идея родилась. Либо, может быть, что-то возникло, и мы сможем в этом помочь, поучаствовать, как-то посодействовать, для того, чтобы, как говорится, все мы были с вами на связи и на обмене информации. Потом мы с вами запишемся для того, чтобы не потеряться. Также у нас какой-то следующий проект управления. А, там. Вот, кроме театрального, спортивного. Открытые столы. Мы хотим приглашать священнослужителей и специалистов каких-то разных властей. И я думаю, что у каждого появляются вопросы, которые не всегда умеют в церкви задать. Или, ну, просто не спросить, а там хочется поговорить об этом. Вот. То есть, такого формата встречи. На самом деле, мы вам уже многое сказали. У нас какая цель все-таки стоит? Вы говорили, почему мы? Мы пока мы предлагаем. Предлагаем, вот что мы реализовываем. Мне кажется, нужно сказать, какая цель всего этого. Потому что, а задача, как говорится, человека можно всегда, всем. Вот. Мы не страдаем от того, что у нас много времени. У нас времени всегда мало. Но давайте я хотел бы, чтобы вы рассказали цель всего этого. Сказать, что значит, знать все заняты. Все заняты. Я думаю, что когда мы собираемся в храме, да, хотя для некоторых людей иногда в проповеди говорим, что вот есть церковь вселенская, есть Господь невместимый, есть, естественно, множество святых угодников Божиих, просиявших в Боге. Но актуализируется это, то есть становится реальным, действенным, близким на конкретном приходе. Вся вселенская церковь в одном конкретном месте. Весь Бог невместимый в конкретном приходе. И вот собрать себе подобных, таких вот молодых людей, деятельных людей, и вот собраться вокруг общего дела, вокруг служения. Служения. Я говорю, у нас есть много волонтерских движений, и наши прихожане очень активные участники волонтерских движений, где-нибудь в своих вузах, где-нибудь в своих там местах. А здесь вот этого почему-то нет. Конечно, не дорабатываем, но вот и цель, чтобы мы вот такое служение здесь с вами нашли впереди, Пасха. Вот, допустим, такая одна из первых идей у нас появилась на базе ближайшего гипермаркета – проводить акции. Есть возможность, например, с ними договариваться, с руководством они верующие люди, договариваться и, например, проводить акцию «Корзина добра». Например, да, можно назвать по-другому. «Корзина добра». Вот, наши волонтеры, то есть представители вашего, нашего сообщества, как-то вот несколько в одежде будут выделены, там, допустим, православный, доброволец, здесь храм Иоанна Кронштадтского, например, написано, мы собираем эту «Корзину добра», которую будем употреблять и раздавать в какие-то вот пасхальные, праздничные дни. То есть, ну, на самом деле это можно проводить с какой-то периодичностью, не обязательно там раз в год на Пасху. А просто много событий, много поводов. Сегодня мы собираем, допустим, продукты питания. Завтра мы собираем, или в следующий воскресный день мы собираем продукты, предметы гигиены. Какие, может быть, вы пожелаете, да, можем какое-то такое небольшое кафе там устроить, можем проводить балы, да тоже такие же, как мы, только из другого храма, например. Мы пригласим приходы облагощения Дракторзаводского района. Там немало приходов, хотя немного людей, храмы, может быть, именно молодых людей. Я же сказал, где я, позвонить мне. Нет, там еще, говорит, ты холденький. Симпатичный. Красиво, хорошо. Вот и голубка. Видишь, клюек такой маленький? А вот, видишь, крупный? Это голубный. Может быть, у каждого из вас есть свои таланты какие-то? Или стремление там в чем-то проявиться, но не было возможности до этого. То есть, мы открыты, в принципе, я думаю, что у каждого будет возможность... То есть, как бы, это все впереди, но нужно понимать, для какой аудитории это все будет, кто будет среди нас, с кем мы работаем, будем родительские собрания, где родители определяют, какой модуль будет ребенок изучать. Основ православной культуры, ислама, буддизма или светской этики. И вот я в какой-то момент стал искать, а нет, на тот момент не было, сейчас уже есть, презентации этого модуля. Ну что, давайте сочинять. Спасибо Андрею Березовскому нашему оператору и так далее. Помог нам этот ролик, эту презентацию соорудить. Но у нас много разных мероприятий, много разных событий. И мы ко многим людям идем, но у нас нет с чем к ним прийти, чтобы на их языке поговорить. Так вот, языком говорить, человек 15 минут послушает, он больше не в силах слушать. Человек не может долго слушать речь другого человека сейчас. Поэтому мы сейчас стараемся быстренько закончить. Вот, но тем не менее, допустим, такой-то день, такое событие, надо такая презентация, нужно представить приход. Понимаете, нужно представить приход. Мы везде, наш приход везде, но много где во всяком случае. А представить приход нам порой не всегда получается, потому что не хватает ни технических, ни таких вот средств, которые называются ума, ума, сердца и руки наших людей. То есть не хватает нам рук, которые помогли нам. То есть вот здесь можем проводить этот фестиваль фильмов, презентаций и так далее. Здесь я немножко перебью от Олега. В ближайшее время, точно дату я вам скажу, а даже не перебью, а напомню, чтобы показать свой приход, будет вместе с молодежным отделом Волгоградской парки организована игра. Организована игра интеллектуальная по теме «Благодатный огонь». То есть мы постепенно с вами с Божьей милостью приближаемся к встрече с этого праздничного воскресенья, Пасхи. И перед Пасхой, либо после Пасхи, сейчас дата должна утвердиться, будет вот эта вот интеллектуальная игра. То есть собирается команда, которая желает поучаствовать на данном мероприятии. То есть те люди, которые будут участвовать, значит необходимо будет подготовиться в некоторых направлениях, чтобы там, отвечая на вопросы, получая хорошие результаты, говорится, поучаствовать, победить. Но тем не менее, хотя бы себя показать. Те, кто желают, тоже вот в этой группе, о которой я сегодня уже говорил, мы спросим информацию, либо вы можете мне напрямую звонить и спрашивать. Буквально завтра, после завтра эта дата будет уже точно известна. Тематика на схождение Благодатного огня. Принять участие в пасхальном крестном ходе. В молодежном ходе. Ну это да, но они... Не парфиальном. Нет, у нас 20... Оглянулся, смотрю, ну там человек 100, 200 идет, Пасха, где все православные. То есть у нас таких людей постепенно превращаемся, когда ни в каком церковном мероприятии... А во сколько мы с вами? Мы с вами дополнительная информация, ориентировочная 16 часов. Вот, но даже мы и в этом. Вот моя позиция такая, мы не должны распылять свой потенциал. У нас, ну вы видели, вот сегодня, например, царство и хорошее, которое мы не должны распылять, а должны вкладывать в какое-то дело. Дело служения. Приходу, на приходе, от прихода, Богу в ближнем. То есть вот, является ли это образ жизни служением? Ну, вообще-то это всегда был образ жизни как служение. Это вполне нормально, это не какое-то применение. Но служение, опять же, в меру своих сил, в меру какой-то возможности. Вот, например, мы уже сказали про эту корзину добра. Уже надо не просто формально думать, я уже как бы даю задание. То есть у нас могут быть внутри нашего объединения направления информационные. То есть люди помогают в этом направлении. Есть, допустим, направление какое-то дизайнерское. То есть нужно составить какой-то буклет, например, баннер, найти картинку, сделать эту рубашку, футболку для того, чтобы пойти вот сейчас. Необходимо. То есть мы можем в этих направлениях также разобраться, как говорится, и готовиться уже к мероприятию, чтобы здесь, в торговом гипермаркете, чтобы провести эту акцию. Акцию, которая пойдет в помощь нуждающимся, так скажем. Не каких-то виртуально, говоря, нуждающихся, а тех наших близких, которые здесь на приходе, которые без внимания, что говорить, к своим бабушкам, дедушкам не ходят, а других говорить. Но хотя бы на этом примере как-то надо учиться, надо заботиться и о других людях. Не думать только о себе, что мне самому нарядиться, самой нарядиться. Ну, побольше расширять наше предложение. Продолжение, просто если когда акции... Активный волонтер, да. Я просто часто встречался с этим, потому что должна быть новая информация, куда, ну, потому что очень много людей думают, что все вы забираете себе. И нам обращаются, там девочка была... Не помню, раком болела, ну, вот не помню, какая там у нее степень. Нам дали полностью документы, и мы выходили, собирали деньги. И опять же, очень много людей, которые не подходили к нам, которые очень грубо говорили с нами. Ну, то есть, тут надо понимать. Вот в этом смысле. Ну, да, это не эйфория какая-то на улыбке, что тебе тут все-все будут отдавать. Я согласен. И квесты, они этим тоже немножко где-то бывают небезопасны, потому что они... Сегодня у нас задолго говорить. Сегодня у нас такая встреча плановая, собирательная. Приглашаем вас, уже, как сказала Анна, 14 числа в киноцентр «Ударник». А сейчас я приглашаю всех на улицу, и такая традиция существует. День Благовещения мы выпускаем голубей. Почему? Кто знает? Кто может объяснить? Знаете? Да, ну, потому что считается, что тот человек, который отпустил птицу из клетки, эта птица на небесах у Бога просит, ну, милостыни этому человеку, да? Милости Божьей. Ну, раз говорите, значит, и такое. Есть мнения... Об этом говорят, что выпускаем голубей на Благовещение, это символ приближающего воскресения. То есть воскресение, когда Христос вышел из места своего погребения, из пещеры в белых одетах. То есть белая птица напоминает момент наступления воскресения Христа. Но, по крайней мере, об этом часто говорят и Бог. Я приглашаю, чтобы мы так символически в этот день, день, можно сказать, когда мы стараемся придать новое дыхание такой вот молодежной стороне нашего прихода, вот так символически. Потому что на самом деле в проповеди мы говорили, что, что Матерь Божия сказала после благовестия, благовещения. Это будет мне по благове Твоему. То есть согласие с Богом. Согласие с Богом. Вот нам, конечно, от этого согласия нужно достигать. И этого я желаю согласия всем нам с вами. И приглашаю вас на улицу на символическое... Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы отдаваем, сейчас... На, держи. Сейчас мы на тебя смоем. Я еще трое, трое застану. Выпущенные птички на свободу, они... Считалось, что как ходатай перед Богом будут за тех, кто их выпускал. Но это традиция. Традиция. Но в день благовещения Господь дает всем людям вот эту духовную свободу во Христе. Благословен Бог наш всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, царю небесным, И утешитель души сильный, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих. И жизни подателю предистили сявны, и отчастины от всяких скверны, и спаси благослови души наши. Дни спасения нашего лавизма, и ежедвие катается и явление. Сын Божий с Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует, тем же и мы с Ним, Благородице, возопием. Радость благодатная, Господь собой. Сын Божий, Святому Духу, имени пресно, и во веки веков. Аминь. Сын Божий, Господи, Боже, раной воеводи победительная, яку избавшейся от злы благодатственная, воспрессуем тиробит твоего, Гавриил благодатцы. Но яка и мучая державу непобедимую, от всяких нас безвободи до завернти, радуйся, невеста ненебесная. С праздником вас! Спасибо, Господи! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В этот день мы с настоятелем запланировали обновление работы нашего молодежного отдела потому что, как вы знаете, согласно библейской традиции, в этот день отмечается праздник Благовещения Христовой Богородицы тот день, когда человечество вступает в период спасения, то есть начинается спасение рода человеческого и вот сегодня, не случайно, в этот день, когда в храме было по количеству более 600 человек и около 500 именно причащающихся тех, кто соединился с Христом в самом важном, одном из самых главных таинствах Русской Православной Церкви в Таинстве и в Христии мы пригласили на молодежное собрание участников сегодняшнего послужения и будущих участников нашего движения с целью соединения, с целью сплочения под покровом церковным ну и, конечно же, для разработки тех проектов, которые будут интересовать как будущую молодежь, так и прихожан нашего храма. И это необходимо для того, чтобы познакомить участников с нашей культурой, с нашей традицией, чтобы эти традиции у нас не умирали, чтобы они возрождались, жили и разливались. И вот сегодня также вы стали свидетелями о том, что некогда святейший патриарх Алексей в день Благовещения Пресвятой Богородицы выпустил голубей. И вот мы также сегодня, следуя данной традиции, с участниками наших собраний, нашего молодежного отдела выпустили голубей, знак мира, добра, символ чистоты. И вот, конечно, на самом мероприятии молодежном говорилось о том, что самыми ближайшими задачами является помощь нуждающимся, нуждающимся, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. И вот наш самый первый проект – это корзина добра. Корзина добра, которая подразумевает собирание помощи материальной, может быть, в виде вещей, продуктов тем людям, которым это все будет необходимо. То есть это не виртуальным каким-то нуждающим, это реальным. Тем людям, которые обращаются в наш храм, просят помощи, и мы эту помощь посильно оказываем. И вот это будет начало нашего движения именно с милосердия, потому что именно все начинается через сердце. И слово милосердие, как вы знаете, разделяется на два слова – милость и сердце. И милость, исходящая из сердца, будет первым началом нашей работы, на работе нашего молодежного отдела. Также мы будем участвовать в различных спортивных мероприятиях, в мероприятиях, посвященных каким-либо праздникам. Вот самая ближайшая, кроме корзины добра, мы поучаствуем в крестном ходе. В крестном ходе наследует праздник Пасхи. И вот как наш митрополит Федор поручил подготовить впервые крестный ход, который будет проходить с четырех сторон нашего города-героя Волгограда. И целью этого крестного хода будет единение возле строящегося собора Александра Невского, где будет заслужиться вечернее праздничное богослужение. И мы все отметим семейным праздничным богослужением наш праздник – Светлое Христово Воскресенье. И это тот праздник, к которому все мы с вами готовимся через очистительный пост, освобождая свою душу от различных житейских проблем, загрешений. Ну и этот праздник у нас будет обновлением. Обновлением и воскресением с нашим Христом. Молодежный отдел существует не первый год, и мы принимаем участие практически во всех эпохиальных мероприятиях, интеллектуальных, игровых. Были у нас совместные выезды, вот как вам известно, в Москву прибывали частицы мощей Николая Чудотворца Мерликийского, покровителя нашей страны, покровителя вообще каждого человека. И вот мы собирали молодежь нашего прихода, посещали совместно мощи. Мощи святителя Николая Чудотворца, возле которых возносили каждый свои суббовые прошения. Также на территории нашего храма мы собираемся вместе по благоукрашению территории. Также мы проводим мероприятия в общеобразовательных учреждениях, интеллектуальные игры, посвященные знаковым событиям. Вот не так давно мы в 2015 году проводили мероприятия, посвященные крещению Руси, князю Владимиру. В прошлом году, в 2017-2018, мы говорили о страстотерпцах, мучениках российских во царе Николае II и его семье. И в этом году мы также планируем провести интеллектуальную игру о схождении благодатного огня. То есть праздник Пасхи отмечается прежде всего, когда сходит благодатный огонь. И вот мы поговорим об этом чуде, которое совершается на протяжении уже более тысячи лет. Еще в нашем молодежном направлении существует такая разработка, как проведение бесед, бесед с учащимися на тематику религиозную, о семейных ценностях, о ценностях нравственных, чтобы все-таки это в наших душах разливалось, не умирало, но организовывалось и образовывалось какое-то хорошее направление. И самое главное, сохранение традиций, сохранение семейных ценностей является залогом существования здорового человека, здоровой семьи, ну и, конечно же, в глобальном смысле государства. Продолжение следует...